Всем привет! Продолжаем литературные вечера наши Потому что шизофрения, как и было сказано К сожалению, я уверен, что масса тех, кто смотрит этот ролик Вообще не понимают и не знают, откуда эта фраза Шизофрения, как и было сказано Но большинство, я уверен, знает Так вот, о шизофрении Это к разговору о начале, о литературных вечерах Мысль уплывает, не держится прямо И опять-таки, я возвращаюсь, шизофрения, как и было сказано Что такое шизофрения? Самое банальное такое и не совсем точное определение Это раздвоение личности Раздвоением личности я страдал, надо отметить В 80-е годы, в начале 80-х годов Когда одновременно любил и классический, готический, акустический, электрический джет-ротал И разнообразную новую волну Ну, в смысле новую волну, в смысле и панк, и все такое прочее Нормальную, здоровую, живую музыку Без этих самых уходов в средневековье, в классическую музыку Всячески прогрессивный рок, который я не считаю прогрессивным, между прочим И определение это я считаю неправильным в корне Потому что так называемый прогрессивный рок, это наоборот регрессивный рок Это наоборот уход в прошлое, отрыв от современности и гиблии рок-н-ролла Что и происходило, многие это поняли Заметьте, про шизофрению я начал говорить, да? Так вот Когда вышла эта пластинка джет-ротал В 84-м году, Under Raps Две моих личности Неистово спорили между собой Первая личность, которая любила Традиционный джет-ротал, традиционный рок Традиционный, так называемый, прогрессивный рок Который я тогда тоже считал еще прогрессивным Она орала изо всех сил, выбрось это дерьмо Это невозможно, это конец джет-ротала Больше музыки они не напишут А это просто позорище, позорное Вторая моя личность Которая до сих пор во мне сидит Она говорила мне Леша, это же круто Это современная музыка Наконец-то Андерсон взялся за ум И стал играть что-то Нормальное Стал следовать времени Стал реагировать на происходящее вокруг Держаться не то чтобы в струе Андерсон никогда не держался ни в какой струе Никогда не был в потоке В рок-н-ролльном И в потоке шоу-бизнеса уж тем более Что, к сожалению, связано Очень крепко между собой Всегда шел своим путем Но, наконец-то он стал нормальным человеком Без этих вот каких-то Вот этих вот Париков, камзолов И всего такого прочего Перестал изображать из себя Моцарта И Сальери одновременно И обе эти личницы были правы Потому что со временем Я понял, что найти На этой пластинке Самую красивую песню невозможно Они все настолько интересны Настолько по-хорошему сложны Сложны Шизофрения Динь-динь, звоночки Нормально Пройдет Хотя, я надеюсь, не пройдет никогда Так вот, найти самую красивую песню Здесь я не могу Здесь все просто с ног сшибает А то, что звук современный Для 1984 года Так это и хорошо Надо быть идиотом Чтобы не использовать То, что лежит прямо перед тобой Новые синтезаторы Возможность сэмплирования Новые возможности ударных И все такое прочее Почему нет? Это сознательно себя ограничивать Тебе дают миллион рублей А ты говоришь Нет, это не модно Это в смысле Это слишком модно Быть богатым Я не возьму Ну, конечно Дело вкуса Пластинка записана В домашней студии Яна Андерсона И музыканты были Очень довольны Этой записью Как я прочитал Очень довольны В отличие от Массы Поклонников старого Ненавижу это выражение Старый, добрый Джет Ротал Вот когда я слышу выражение Старый, добрый Рок-н-ролл Мне сразу хочется перестать слушать весь рок-н-ролл Абсолютно Я не хочу слушать старую, добрую музыку Это какая-то пошлятина такая в этом выражении Звучит просто невыносимое Старый, добрый Рок-н-ролл Рок-н-ролл не может быть вообще старым и добрым Он не старый И уж всяко не добрый Никакой Так вот Музыканты были довольны В этой электрической В этом электрическом Сэмплерно-клавишно-глянцевом безумии Играл, между прочим, бас-гитарист Дэв Пэк Знаете откуда, да? Из группы Firepod Convention Фолковые боги Боги английского фолка Акустического, электрического Прозрачного, плотного Какого угодно Но Дэв Пэк, тем не менее Здесь присутствует И ему тоже все понравилось Несмотря на то, что Акустический фолк Если говорить об акустическом фолке Здесь его навалом На этом альбоме Хотя многие продолжают читать эту пластинку Такой вот Дюран-Дюрана подобный А некоторые даже английские критики Альтравокса подобный Один критик написал Что уберите отсюда вокал Иоанна Андерсона И фонограмма будет звучать как альтравокс Не будет Не будет При всей моей Патологической любви к группе альтравокс Не будет она звучать как альтравокс Эта штука Она будет звучать как Jet Rattel Несмотря на клавиши Несмотря на сэмплы Несмотря на кажущийся глянец Которого тоже здесь нет Разве что в песне Lab of Luxury Первой Ну она собственно говоря Повествует о глянце Но звучит роково Как-то хардово просто Начинается с диких аккордов Мартина Барра На Гибсоне На перегруженном звуке Гибсона Ревет как тысяча зверей Ревет круче чем На альбоме Акваланг И всех остальных альбомах Jet Rattel И вот эта Love of Luxury Стала очень популярной песней Она очень жесткая При этом сложная При этом и с флейтой И с диким вокалом Андерсона Начинается Вроде так вот Как я сказал Понятно Потом поперек идет Вокальная мелодия Андерсона Очень интересно Underwaps Номер один Еще сложнее Еще более электрическое Еще более тяжелое Еще более изломанное По гармонии По мелодике По вокалу Передохнуть можно На European Legacy Третья песня Вот вам здрасте Акустический фолк Классический Jet Rattel Несмотря на то Что обставлен Клавишами Андерсом Со всех сторон Музыканты Тоже обставлены Клавишами И примочками Разнообразными Электронными Электронные барабаны Тут все дела Пошел Нормальный Для тех Для этих Классический Акустический Фолк Акустическая гитара Флейта Все дела Правда Потом включается все Вся электроника Раз включилась Помогает Но только Помогает Безумно Сложная Закрученная Песня Later that Same Evening Вот то Что можно Назвать Прогрессивным Роком Не тот Прогрессивный Рок Который Занимается Переделками Классики И использует Целые Не сэмплы А целые Куски Из классической Музыки Берут Переиначивают Их по-своему Как-то Или просто Стараются Делать Похоже Берут Гармонические Ходы Такие Известные Уже Лет 400 Примерно И играют Их на электрических Гитарах И синтезаторах Аналоговых Это не Прогрессивный Рок Это регрессивный Рок Все А это Настоящий Прогрессивный Идущий Вперед Рок С современным Звучанием С очень сложной Структурой С внятной Понятной Мелодией При этом Сложный Такой Я вернусь К тому Какой Саботер Предпоследняя На первой стороне Тоже Начинается Ну Начинается Вообще С рок-н-ролльного Захода Гитарного Слушай Что это Такое Джетратал Вдруг Заиграли Какой-то Рок-н-ролл Причем Такой Клонящийся К Heavy Metal Что и происходит Опять Опять Поперек Запевает Андерсон Совершенно Поперек Поперек Того Ритмического Рисунка Той Структуры Которую Задает Мартин Бар Запевает Совершенно Поперек Потом Включаются Ударные И Пошла Молотить Бочка Просто Здравствуй Heavy Metal 1984 год Джетратал Radio Free Moscow Красивая И Немножко Такая Ёрническая Песня Но тоже Тяжелая Гитарно Клавишно Тяжелая Но Ёрническая И одновременно Печальная И про Radio Free Moscow И про Voice of America Здесь Все О том Что люди Совершенно Не знают В Англии Что происходит В Москве В Москве Абсолютно Понятия не имеют О том Что происходит В Лондоне Не говоря уж Про Америку И про все Остальные страны Про Зимбабве Много мы знаем Про Мозамбик Ну-ка Расскажите До сих пор Ха-ха-ха Вот это Radio Free Moscow На у Бориска Страшная Песня Трашная Тревожная Мрачная Навеянная Романами Джона Лекаре Который Обожал В ту пору Ян Андерсон Он говорил Что Все детство Читал Всю юность Читал Лекаре И до сих пор Читает В 1984 году И прется Страшно От этих Шпионских Романов Вот эта Ничья Машина Которая Стоит Напротив Его отеля И кто-то Наблюдает За Андерсоном Кто-то За ним Следит Все время Все время Идет Слежка Какая-то Шпионы Вокруг Одни шпионы Ну и Самая Конечно Разудалая Песня Это Хит Вторая На второй Стороне Вот уж Где Прогрессив Перепрогрессив Уже Такие Сложности Такие Вокальные Построения Я не буду Назвать Группы Которые Славны Своими Вокальными Делами Но здесь Андерсон Перевокалил Всех Абсолютно И Кстати Говоря На этом Альбоме Самые Лучшие Вокальные Работы Яна Андерсона Не люблю Слово Работы В рок-н-ролле Самые Сложные Вокальные Песни Яна Андерсона И Во время Тура Андер Рапс Он сорвал Себе Голос Повредил Связки Потому что Так Все Высоко И так Сложно Поднимается В Такие Просто Пиковые Какие-то Предельные По диапазону Вещи А иногда И выше Своего Диапазона Залезает И при этом Все очень Сложно Не просто Взять Ноту И Вверху Ее Держать А там Еще Вот это Все Происходит Распевание Выпевание Да еще И двухголосие Трехголосие Он здесь Поет В общем Связкам Пришел Конец И Собственно Говоря После Тура Андер Рапс Они И не Восстановились Голос У него Диапазон У него Подсел Так Он здесь Разошелся Но это Нужно Отбросить Все Предрассудки Синтезаторы Сэмплы Ля-ля-ля А послушать Музыку Послушать Музыку Послушать Пение Как здесь Все Сделано Это Это просто Очень Хорошо Андер Рапс Номер Два Здравствуй Снова Акустический Фолк Одна из Самых Красивых Песен Джет Роттала Вообще Как написал Один из Тех Кто Комментирует Мои ролики Я в принципе Соглашусь Я не соглашусь С тем Что это Самая Красивая Самая Лучшая Песня Джет Роттала Но соглашусь С тем Что Одна из Она действительно Очень красива И ее Бери прямо И вставляй В пластинку Сонгс Ром Де Вод Но при том Что По инструментарию Она гораздо Более Лаконична Чем Сонгс Ром Де Вод Чем любая песня Сонгс Ром Де Вод Меньше играет Инструментов Здесь Но звучит Она в 10 раз Тяжелее Чем любая Нагруженная Песня Сонгс Ром Де Вод Нагруженная Я имею ввиду Количеством инструментов Количеством партий Инструментальных Она гораздо Лаконичнее Гораздо попроще По инструментарию По аранжировке Не скажу Что проще А достаточно сложная Но звучит На удивление Тяжело Папарацци На мой взгляд Вообще Веселенькая песня Хотя и тяжелая Роковая И апогей В конце Уже какая-то Настолько она Разобрана На куски В хорошем смысле Музыкальном Настолько она Это как у Джентл Джайанс Такие вот Разобранные Песни И вот этот Самый апогей Он где-то В принципе По приемам Может быть Похож На построение Джентл Джайант Из кусочков Такой пазл Сложен В общем Пластинка Никогда Никому не скажу Что она слабая А наоборот Скажу Что она Очень-очень Сильная Для Джетратал Да Необычная Непривычная Но в этом Есть Свой Кайф Что все время Сидеть в одной И той же Извините за выражение Парадигме Пошел пить Пока Субтитры 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 Субтитры